Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Текст у вас довольно-таки объемный получился. Вот, да, вы описываете ситуацию, но вы не задаете вопрос, вы не ставите никакого психологического запроса. И, исходя из этого, я бы сказал, что нет какой-то определенности в том, какую именно проблему вы хотите решить. Да, ситуация неприятная. Да, ситуация тяжелая. Но есть определенные мысли, которые, наверное, по ходу рассмотрения вашего текста я выскажу. Вот, но ввиду отсутствия вашего запроса, да, эти мысли могут просто пойти в никуда, потому что непонятно, чего вы хотите. Сразу скажу, что советов психологи не дают. Мы помогаем разобраться в себе, но мы не даем советов. Итак, долго не могла закончить отношения с бывшим мужем. Встречались даже после развода. А что значит долго не могли закончить отношения? Вы в нем нуждались, вы от него зависели. Это очень похоже на эмоциональную зависимость. То есть потребность, то есть какая-то потребность. На мой взгляд, у вас не удовлетворена базовая потребность в безопасности, то есть это проблематики личных границ и опоры на себя, внутренние опоры на себя. Вы пишете, после очередных разочарований в нем решила начать жизнь чистого листа. Разочарование это ожидание, а ожидание это опять же потребность. То есть вы не готовы, во-первых, видеть человека реальным, выведите человека через призму своих ожиданий, то есть желаний, которые вы переносите на другого, из-за чего возникает разочарование. Это необходимо учиться отграничивать то, чего вы ждете от человека, то есть на самом деле и то, чего вы хотите, и что вы можете для этого сделать. Я бы сказал, что потребность в стабильности и безопасности часто вытекает из того, что человек берет на себя слишком много, требует от себя слишком много. То есть это какие-то внутренние требования, которые человек сам реализовал, отсюда удовлетворить не может, и поэтому начинает нуждаться в других людях. Так называемый эффект Титана. Дальше. Решил начать жизнь с чистого листа, познакомился с мужчиной, быстро закрутился роман, но так как он моряк, через пару недель встреч он ушел в море на 5 месяцев. То, что вы быстро закрутили роман, и, ну, по сути, вот, решили начать жизнь с чистого листа, говорит о чем? О бегстве. Развод вы не прожили, травма развода у вас не была прожита, вы ушли в бегство, в иллюзию начала жизни с чистого листа. Начать жизнь с чистого листа невозможно, потому что никуда не деть опыт, который вы получили. Опыт можно преобразовать в статопозитивное, но этого вы не сделали, мы с этого предложили просто заменить один костыль бывшего мужа на другой костыль нового мужчину. Не сказала бы, что влюбилась, но почувствовала себя как за каменной стеной. Вот. Вот. Вы почувствовали себя как за каменной стеной? То есть вам нужно чувствовать себя за каменной стеной. Это базовая тревога. Очень важно увидеть, откуда эта базовая тревога возникает, очень важно увидеть, откуда возникает потребность в том, чтобы чувствовать себя как за каменной стеной, тем более за счет кого-то. Он никогда не был женат в своей 39, детей у него не было, и вас, судя по всему, это не смущало. Ну, скорее всего, вы просто ничего не видели. Пришел с моря, съездили, отдохнули. Скоро меня очень сильно заболела мама, попала в больницу, и через короткое время она умерла. Соболезнула. Думаю, что это еще одна травма, которую также нужно прожить. Все это время мужчина помогал мне морально и материально, хоть и встречались мы всего ничего, учитывая его рейс. Но опять же, принятие помощи от человека, с одной стороны, да, возможно, с другой стороны, очень важно здесь видеть, как вы в этом себя ощущаете. То есть важно, чтобы помощь другого человека не делала вас зависимой от нее. Чтобы не было зависимости, как раз таки травмы необходимо проживать. Вы здесь не проживаете, предпочитая просто получать поддержку от кого-то, ну, от чего-то извиняя. Через пару месяцев после рейса я забеременел. Через пару дней до этого мы с ним поссорились и за ревностью. Смотрите, то, что вы говорите о своей беременности, что через пару месяцев я забеременели, это хорошо. В данном случае получается, что вы берете личную ответственность за то, что произошло, правда, потом вы начинаете от нее отказываться. Но вы говорите, что вы забеременели, это хорошо. Важное значение для нас в беременности. Далее вы пишите, что очень мечтали о ребенке, иначе вы сошли бы с ума из-за смерти мамы. И опять же, вместо того, чтобы проживать травму, вы уходите во внешний мир другого человека, в ребенка. Ребенок должен вас, получается, спасти от трагедии смерти мамы. Так это не работает вы сами. Создаёте созависимые отношения. Далее, вы пишите, за пару дней до этого мы с ним подсорились из-за ревности. Ну, помимо того, что здесь непонятно, не только непонятно, за пару дней до этого до чего, вы пишите, мы подсорились, кто мы. Вы подсорились с ним. Лично вы подсорились с мужчиной. Кто мы. Оказалось, что его друг решил проверить меня на верность и записал не к должному нашему разговору. В нем мы обсуждали мое состояние, как надо отвлекаться и предложил поехать на море. Я посмеялся, сказав ему, что поедем как-нибудь в сельской компании и все на этом. Ну, что я могу сказать? Я могу сказать, что это очень похоже на манипуляции. Все эти проверки говорят о недоверии, о манипуляции и так далее. То есть, это по сути грубое нарушение ваших личных границ и конституционного права на тайну личной жизни и переписки и, соответственно, разговора. Моему мужчине не понравилось этому разговору больше всего, что я посмело смеяться и обсуждать с ним что-либо. Имеется ввиду с другом. Высказал мне, какая я неверная и заблокировал везде. Ну, вам бы, в принципе, в этом месте уже бы понять, что человек, так по всему, только искал повод для того, чтобы с вами расшаться. Но, когда я узнала о беременности, я обрадовалась, так как очень мечтала о втором ребенке и понимала, что это в каком-то плане, по баракамам и за счет и смерть с мамой совпадали. Вот здесь мы видим мистификацию и сакрализацию мышления. Бегство, опять же, от проживания, от травмы, потери мамы. И возложение на ребенка вот какой-то такой функции, да, типа, ты мой подарок от мамы. Ну, то есть, как бы, в данном случае вы делаете все для того, чтобы сбежать от своих собственных переживаний, от своих собственных эмоций. так, нашла единственную сосед, где была незаблокирована своей мужиной и сообщила ему о беременности. Вы пишите, мой мужчина, это говорит о чувстве собственничества, здесь чувство собственничества, помимо того, что обесценивает восприятие взаимодействия нескольких людей как личности, здесь еще чувство собственности свидетельствует о том, что вот это мой мужчина, я на него опираюсь, это моя опора. Почему-то это ваша опора, но не вы сами для себя являетесь опорой. Вы пишите, что мечтали о втором ребенке, но при этом далее вы пишите, что потребовали от мужчины купить вам жилье для вас ребенка. То есть за ребенка вы мечтали, но мужчина вам что-то должен. Вот понимаете, да, какое противоречие? Уж если вы не читали о втором ребенке, то это важная ответственность вам его воспитывать, причем здесь мужчина. И совершенно не важно, что он настаивает, настаивал на том, чтобы вы его оставили или нет. Но дальше, дальше начинается довольно интересно. Вы пишите, значит, я сообщил ему о беременности, он написал, приезжай, поговорим, если это не шутка, то есть уже как бы здесь есть или нет недоверия ребенку. Он обрадовался, но сказал, что жить со мной не будет, но будет помогать. Оказалось, за это короткое время он зашелся за своей бывшей девушкой. Ну вот. Ну что же, опять же, это его выбор, не совсем понятно, как вы к этому отнеслись, вероятно, для вас это была травма, но вы опять ее не прожили. Вы пишите, я была настроена сделать аборт, но понимала, что мне нужен этот малыш, иначе я сойду с ума после смерти мамы, да и вообще мечтала о ребенке, а мне было на тот момент 37 лет. Вот. Я бы очень рекомендовал вам запомнить вот то, что вы пишите. «Я была настроена сделать аборт, но понимала, что мне нужен этот малыш, иначе я сойду с ума после смерти мамы». То есть, какая здесь функция, какой груз накладывается на малыша, это одно дело. Второе, это то, что вы были настроены сделать аборт, но понимали, что вам нужен этот малыш, то есть как-то уже противоречие. Вы пишите, вообще мечтала о ребенке, что вы вкладываете в ребенка, вот здесь, да, но есть ощущение, что аборт – это манипуляция мужчиной. Вы в ущерб своему личному выбору оставить второго ребенка под свою ответственность. На данный момент получается, что мечтали о ребенке вы, а мужчина должен обеспечивать вам эту мечту. «Мужчина наставил оставить ребенка, сказал, что есть чувство, но не может просить предателства». Какое, я не поняла. Не так это важно. Главное, что человек высказывает свою позицию четко. Что? Чувство есть, но жить со мной он не будет. Я тоже рекомендую вам это запомнить, это запомнить, потому что когда вы пишете, что я устраивал истерики и ставил ультиматум, ну давайте обо всем по порядку. Начал вести себя, более-менее заботился, но был как собака на сыне. Что это значит? А это значит, что ваши ожидания здесь не оправдываются, потому что мужчина четко обознател свою позицию. Жить с вами он не будет, не будет, но будет вам помогать. Что он, в принципе, и делает? Но почему же вы не восприняли его позицию? Вы пишете, я приезжала к нему и обнаружила периодически женские вещи с русской на батарее, косметику, одежду, устраивая стерки. Вы приезжали к нему, зная, что он не будет с вами жить, зная, что он спошел с бывшей девушкой. Для чего? Такое ощущение, что вы видите только свои желания и не видите другого человека. вами руководят ваши ожидания из-за невнимательности к себе. Вот вы пишете, устраивая истерику, то есть это детское поведение, мужчина выступает родителем, конечно, никакого влечения к вам у него уже в таком состоянии не будет. Истерика это потребность во внимании, вы естественно нуждаетесь во внимании, потому что зависит от другого человека. Из-за того, что не обращаете внимания на себя. Поставил ультиматум, либо он прекращается кообщение с бывшей и начинаем серьезные отношения, либо обоих. Ну, помимо того, что это манипуляция, причем довольно жесткое игнорирование ваших собственных желаний и, соответственно, личной ответственности, то есть, по сути, вы отказываетесь от нее, от этой личной ответственности, непонятно еще и другое. Вы пишете, либо он прекращает всякое сообщение с бывшей и начинаем серьезные отношения, либо обоих, но он вам уже сказал, что никаких отношений с вами у него не будет. Он уже сказал, что жить с вами он не будет, потому что он не может бросить предательство, неважно, правда это или нет. Так, о каких серьезных отношениях вы говорите? О каком прекращении отношений с бывшей девушкой вы говорите? Непонятно. Непонятно. Хочу еще отметить, что мужчина тут очень тихий, отмалчивающийся, прячущий голову в песок страус. Понять его ответ невозможно добиться какого-то ответа, тем более еще та задача. Мужчина является отражением вас, вы точно такая же, только в своей сути, но не во внешнем поведении. И задевает такое поведение мужчины вас тем, во-первых, что вы похожи, во-вторых, тем, что это связано с вашей тревогой. Вам нужна опора, вам нужна обратная связь, вам нужна четкость, ясность, стабильность, как вы сами говорите. Мужчина вам этого не дает. Я бы сказал, что если вот как-то с точки зрения психоанализа смотреть на эту ситуацию, то вы ведете себя как ребенок, который пытается добиться внимания отца. Дальше, понять его ответ невозможно, да и не надо понимать ответа кого-либо, и добиваться ответов не нужно. Достаточно опираться просто на себя и принимать решения самостоятельно, но вы этого делать не можете. В общем, когда я поняла, с кем вы связались, было поздно, а с кем вы связались? Вы бы искали ситуацию с мамой и ее смерть. Не выбило бы, если бы вы начали просто спокойно с психологом проживать травмы потери близкого человека. Сыну три года мужчина, конечно же, не женился, даже жить, если не предложил так он вам сказал, что не будет жить вместе. Аноним. Аноним, да, аноним. Он же сказал вам, что не будет жить вместе, а о каком предложении вы говорили? Все это время ездили в гости друг к другу, так как-то, судя по всему, вашим выбором ездить, ездить, как думал, в гости. Год назад я психанул и потребовал купить жилье для меня ребёнка, раз он не обеспечил стабильность. А в этот момент я хотел бы рассмотреть поподробнее, из-за чего вы психанули, если мужчина вам чётко обозначил позицию. Ну, не рассматривайте, вы сами. Это как ультиматум, опять, какое-то требование, типа, не хочешь на мне жить, ты купи мне жильё. То есть это детская, опять же, детская позиция. Я желаю с малышом в квартире от бывшего мужа со взрослым двадцатилетним сыном с проходными комнатами. Так это ваш выбор. Вы же хотели ребёнка. Понимаете? То есть, вот, есть вот эта детскость, детскость здесь в вашем поведении. Квартиру нам купил, сейчас мы покупаем мебель и скоро переезжаем. Непонятно, кто мы, мужчина сказал, опять же, что жить с вами не будет. На душе мне очень скверно, очень злайно себя за то, что не разглядела тогда, с кем связалась за ядлым холостяком, который просто искал повод расстаться, нашёл повод смешной, обвинил честность в измене, лишил ребёнка нормальной семьи, полной. Здесь вы перекладываете ответственность, потому что ребёнку вы хотели саду. Вы лишили полной семьи ребёнка в не меньшей степени, чем это сделал мужчина. Я бы даже сказал, даже в большей, потому что мужчина вам чётко обозначил свою позицию. Я готова была, несмотря ни на что, создать семью, даже бросил забросил им эту бабу из прошлого, торпела всю беременность в его выходке, а ради чего? Вы говорите, что готовы были, несмотря ни на что, создать семью, даже не отдаёте себя учёт в том, что личность мужчины вам уже не важна. Общие между вами интересы, это всё уже не важно. Самое главное, создать семью, а для чего создать семью? Чтобы себя защитить. Своё задача и борьба с тревогой. Сейчас у меня такая нервность к нему, я не знаю, как держать себя в руках, когда он приезжает. Правильно, потому что между вами и вашим спокойствием стоит этот человек, который мешает вам его обрести. Ну, якобы. Отсюда ненависть. Сейчас пришёл с рейса, не предложил даже поехать вместе к нему, привезти время с реберком, хотя говорит, что очень быстро получал. Снова, снова здесь история про ваши ожидания. Только ваши ожидания, и всё. Мне жаль психику ребёнка. Я бы сказал, что здесь жалость к психике ребёнка воспринимается как основание для манипуляции и требований мужчины, потому что вам не было жаль психики ребёнка, как бы, когда вы решали оставлять малыша, несмотря на то, что мужчина сказал, что не будет с вами жить вместо. Реберек начинает привыкать к нему, плачет, спрашивает про него, а он может 2-3 дня недели не приезжать. Опять же, это позиция мышечки, он её обозначил, а вот ваша позиция не совсем очевидна. Я не знаю, права или нет, но не хочу, чтобы Ребереку был воскресный папа. Это ваше право. Лучше сейчас оборвать всё, тем более, папа не сильно рвётся к малышу, да, Есть и есть, и хорошо, нет и ладно, разве это нормально, столько не видит ребенка, 6 месяцев, рейс был. Но для него нормально, вы говорите про свои ожидания, и даже не пригласить нас домой, не побыть семьёй. А вы не семья, вы не женились, вы не семья. Мужчина сказал, что не будет с вами жить, вы не семья. Кто сказал, что вы семья? Что-то, наверное, у него идёт из семьи. Ну, я бы сказал, что здесь вы переключаетесь на него, хотя вам бы расслабраться в себе. Дальше вы пишете про него не очень понятно, зачем. У меня начинается сильная депрессия, они меня пугают, я не знаю, как выдержать его процесс, если она будет, так он помогает нам. Ну, во-первых, что такое депрессия, если у вас есть депрессия, вам нужно обратиться к врачу-психиатру, чтобы он вам её диагностировал, он начал лечение. Ну, вот, от чего у вас возникает это состояние? От ожиданий. И от того, что вы никак не хотите брать ответственно за свою жизнь на себя. У меня есть мужчина, который ждал и ждёт меня давно, спокойно относится к ребенку и готов быть рядом. Ещё один костыль. Но я не знаю, как это всё будет выглядеть, как теперь приглашать в эту квартиру другого мужчину. С другой стороны, я ничего не должна от своего ребенка, ведь он убеждит от ответственности и откупается от нас. Вы правы, что вы ничего не должны, но вы находитесь в зависимости от мужчины. Вам нужно разобраться в себе сначала из своих чувств, из своих страхов, потому что так как вы это не сделали, вы не сможете построить здоровые отношения с мужчинами. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь, по моему ответу, это позволит вам начать на свою работу.